Всем привет! С вами я, Екатерина Абрамова, член команды Истлабстим. И сегодня со мной на связи Екатерина Лаптева из Москвы, выступающая спортсменка в номинации фитнес-бикини. Катерина, привет! Привет, привет! Катюш, немножко расскажи о себе и о своих достижениях. Я выступающая спортсменка в фитнес-бикини. Я чемпионка Арнольд-классик России, чемпионка Олимпии, чемпионка Европы. Мне кажется, достаточно. Да, более чем достаточно. Очень серьезный послужной список. Кать, скажи, пожалуйста, а как ты пришла в эту номинацию фитнес-бикини? Может быть, у тебя было какое-то прошлое спортивное, какой-то другой вид спорта? Когда ты пришла в тренажер? Да. Ну, изначально я мастер спорта по художественной гимнастике. И спорт мой таков. Вот. А я была мастером, ушла из гимнастики и стала выступать по фитнесу, в категории фитнес. Как там складывалась карьера твоей фитнесе? Честно говоря, не очень удачно, не очень успешно, потому что категория очень сложная. Объемы у меня были совсем небольшие после гимнастики, а созданы, потому что, как все знают, художественные гимнастики очень холоденькие, мышечного корсета никакого практически нет, да. Тот, который нужен именно для фитнеса, объемов нет, поэтому набирала я тяжело. Первый сезон я вышла совсем маленькая, форма была, мягко говоря, не очень хорошая, но, тем не менее, я попробовала себя, переборола какие-то свои переживания, страхи. И вот первый сезон я, помню, вышла на Москву и даже, думаю, поехала сразу на Россию. Но там результаты были, там, я, по-моему, была пятая на Москве и на России девятая, что ли. Ну, то есть, как-то так все было очень. Очень не очень. Ну, это серьезная категория, серьезная номинация, и, мне кажется, для первого выступления это тоже очень хороший результат. То есть, когда ты начала выступать, ты была стройненькая, худенькая девочка, правильно? Да, у меня были косточки, маленькие-маленькие ручки, совершенно не было ног, ягодиц, я была прямо очень худая. Да, ну, и сейчас у тебя есть и ноги, и не ягодицы, и все у тебя хорошо. Скажи, пожалуйста, Кать, а отношения твоей семьи к твоим выступлениям поддерживают они тебя, а как-то помогают? Ну, мне на самом деле повезло, что у меня супруг все-таки тоже из спорта, он тяжелоатлет, вот, и занимался он тоже профессионально в свое время, потому что он выступал по своему экстриму, и ему, в принципе, все это дело знакомо. Вот, и изначально вообще, когда мы приняли, приняли мы решение вместе, чтобы я выступала, вот, и он изначально меня сам к этому, можно сказать, подтолкнул, как-то замотивировал, если можно тоже так сказать, вот, и пришли мы вместе, так же еще, к Люситу Больцевой, вот, показать меня, поскольку он был с ней, и сейчас мы с ней общаемся, и знакомы хорошо, вот, вот, и она тогда еще никого не знакомила, не готовила, а отправила нас к Ивете, собственно, как я к ней попала. Ясно, то есть ты готовилась с самых первых своих соревнований советистая оценка, правильно я понимаю? Да, 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 как раз она мне тогда и сказала, что давай готовиться по фитнесу, ну, поскольку какая-то есть икробатическая база небольшая, и, как тогда казалось, для бикини у меня шансов немного, и, в общем, приме решение успевать по фитнесу тогда. Угу, ясно. А сейчас ты готовишься так же совет и продолжаешь сотрудничать? Да, она меня ведет по всему моему соревновательно-выступательному пути, ну, безусловно, раньше, да, я от нее, ну, скажем так, зависела информационно больше, потому что, да, у меня не было ни знаний, ни опыта, ничего, то есть каждый мой шаг она контролировала, она меня готовила, смотрела меня по форме, ставила позирование, вплоть до купальников, там, до всего. Сейчас, конечно, у меня, ну, немало знаний, опыта, да, уже какого-то, и мне уже как-то так не приходится ее сильно нагружать своими планками, посвящениями, то есть мы с ней встречаемся, она меня смотрит по форме, говорит какие-то, ну, коррекционные моменты, то есть все сейчас немножко проще уже стало, я уже там, ну, в принципе способна принимать какие-то решения. Ну, в принципе, просто какие-то решения могу, да, принимать самостоятельно. Скажи, пожалуйста, а вот как ты думаешь, вообще, твоя подготовка к соревнованиям, как-то вообще сказывалась на твоем здоровье? Ты считаешь, что это плохо, хорошо, как это вообще? Знаешь, мне кажется, я просто сейчас тоже там смотрю, читаю, и есть много информации в интернете относительно того, что наш спорт очень вреден для здоровья, особенно для женского здоровья. Мне кажется, что если грамотно, рационально подходить к подготовке, если все делать поэтапно и плавно, да, не врываясь в эту сушку, как сумасшедший, не урезая себе полностью углеводы и жиры и так далее, то здоровье вполне можно сохранить таким, как оно было до этого. Ну, по крайней мере, я сейчас не жалуюсь, все в порядке. Но единственное, конечно, если вспоминать фитнес, там, конечно, было пожестче, да, потому что и качество другое нужно, да, и для детей. Ну, и нагрузка другая, нагрузка другая, и акробатическая составляющая. Да, 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 и связки сустава, конечно, тогда я мучилась, честно говоря, там, до слез доходило, потому что на репетициях было крайне сложно, у меня постоянно травмированный был либо голеностоп, либо спина, либо замыкала шею, либо еще что-то происходило. Сейчас, конечно, на контрасте, может быть, для меня, да, но мне сейчас, ну, можно сказать, несложно, да, готовиться к соревнованиям, если мы не берем крайнюю неделю подводки, да, там уже, конечно. Вот мы о ней еще чуть позже поговорим. И, то есть, следующий мой вопрос, вот я хотела как раз узнать, что самая сложная, диета или тренировка для тебя в подготовке? Ну, опять-таки, видишь, видимо, чем больше ты выступаешь, чем дольше ты выступаешь, тем проще тебе дается эта подготовка. Опять-таки, да, я сравниваю, как было раньше, как сейчас, это две разные вообще подготовки, два разных человека, потому что и тело, да, поддается уже немножко по-другому, слушается тебя, и ты уже знаешь какие-то приемы, да, какие-то моменты, как лучше тебе что сделать, то есть эксперименты уже в прошлом, там, да, тоже с вырезанием всего-всего, сейчас гораздо мягче, я сейчас просто, знаешь, стараюсь в межсезон не разъедаться, не терять форму, и мне гораздо проще готовиться. Я плавненько хожу в этот режим подготовки, в сушку, и мне нормально. В плане тренировок, знаешь, ну, просто бывают такие моменты, когда там плохое самочувствие, что-то, что-то, ну, не могу сказать, что у меня в удовольствие, вот, все, что я сейчас делаю, действительно, доставляет удовольствие. Катюш, а вес твой в межсезон и на сцене сильно отличается? Я прям вот сейчас тебе сказала, смотри, я сейчас, ну, на сцену я выхожу сейчас порядка 5,6 килограмм, на сегодняшний день, вот утром я осталась на весе, у меня 58,6 килограмма. Ну, то есть 2,5-3 килограмма, ну, это очень, очень, скажем, это очень немного, это очень немного. Да, да. Поэтому мне не сложно. Скажи, пожалуйста, вот, всегда мы видим, что ты выступаешь в таких красивых купальниках, очень интересных, очень стильных, где ты их шьешь? У меня получается так, что каждый сезон я шью в разных местах, не самостоятельно, потому что шить я не умею, вот, и постоянно как-то получалось так, что у разных я мастеров шью. Ну, вот крайний купальник, который был вот фиолетовый, мне очень понравилась работа мастера, это Вика Грунёва была, и я надеюсь, что мы с ней также дальше продолжим шить мои купальники. Очень качественно, вот, все, устроила абсолютно, человек понимает, что от него хотят. Да, очень был замечательный, это тот купальник, в котором ты выступала в Испании на Олимпии, да, где заняла второй месяц. Да, 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 совершенно верно. Да, он был супер. Скажи, пожалуйста, а гримируешься ты сама, или ты пользуешься вот услугам гримеров? Гримируюсь я в последнее время, последние два сезона, наверное, точно всегда в кабинках. Если мы только не берем те старты, где кабинок нет, но сейчас уже такого я не встречала. Единственное, раньше я боялась на международных стартах гримироваться в кабинке, потому что грим незнаком нам был, я думаю, у нас сейчас ляжет плохо, гримеры непонятно, как бы гримируют, потому что здесь нас гримируют уже одни и те же люди, уже знаешь, а на международных было страшно. Но на Олимпии я гримировалась в кабинке, я прям очень довольна была, мне понравился грим, как лег, вообще идеально, да. Да, а как ты считаешь, скажи, пожалуйста, позировать перед соревнованиями надо только, или может быть в течение всего года нужно заниматься позированием? Когда я только начинала готовиться, я позировала, начинала позировать за месяц 4 до соревнований, и делала это очень часто. И я хочу сказать, что девочки там собираются готовиться, я рекомендую именно позированию уделять большое количество времени, потому что это, ну, наверное, 50% работы и того, как все это будет выглядеть на сцене. Чтобы все было до автомата, чтобы не приходилось думать на сцене о том, куда у нас рука, куда нога, чтобы вы, опять-таки, с удовольствием вышли на сцену и чувствовали себя комфортно. Ясно. Скажи, а у тебя был какой-то эталон фитнес-бикини, когда ты только начинала, или, может быть, кто-то мотивировал тебя из спортсменок, либо из наших, либо из зарубежных? Кать, честно говоря, вот, может, смешно, но я когда вообще начала выступать, я вообще понятия не имела, что это за спорт, какие есть категории, и вообще, кто там выступает. То есть я вот как-то с Бухты Баранова, как говорится, да? Да, да, на самом деле так и было. Потом, конечно же, я уже когда начала вникать в это все, сама выступать, я так вышла, что мы готовились с очень такими яркими спортсменками того времени, когда я начинала, такие как Оля Путрова, да, Магаданда Ну да, как раз теми, кто является мотиватором, да. Да, и бок о бок мы с ней вот постоянно пересекали столь на репетициях, также на соревнованиях, и, конечно, смотря вот на Олю, да, в первую очередь, ну, она всегда, мне кажется, вызывает какое-то восхищение у людей, и в том числе у меня, и в том плане, какая у нее форма, да, и как она себя презентует, ну, и в том числе, какой она человек, потому что, когда с ней общаешься, она, ну, действительно, как-то очень располагает к себе. Супер. Катюш, скажи, пожалуйста, твои планы на этот соревновательный сезон, где ты, на каких соревнованиях планируешь принять участие? Я боюсь, конечно, как-то делать. Ну, примерно, ты же знаешь. Я примерно прикинула, чего бы мне хотелось, скажем так. Хотелось бы мне выйти на Олимпию в Москве, поскольку ни разу я не была на ней, как ни странно. Потом турнир будет в стаде. Это раньше, насколько я знаю, в Олимпию. Это будет на три недели раньше, и я была бы рада, конечно, видеть тебя и там, и там, потому что я там буду везде. Да. Ну, вот планирую третий фермер, и потом в ноябре чемпионат мира, который мне пока не покорился, который я очень хочу одолеть, скажем так. Я надеюсь и желаю тебе, чтобы все получилось. Мы будем за тебя болеть. Обязательно еще свяжемся с тобой, сделаем новое интервью. Всего хорошего, дальнейших успехов. Мотивируй других, потому что ты тоже мощный мотиватор. Спасибо, спасибо. Мощный мотиватор для начинающих бикини. Всего самого доброго. До встречи, до связи, Катюш. Спасибо. Была рада слышать. Ага, пока-пока. С вами была я, Екатерина Абрамова. Со мной на связи была Екатерина Лаптева. Наш выпуск сегодня подошел к концу. До новых встреч на Истлапс радио.